Здравствуйте, товарищи! У нас последняя глава науки логики, в которой мы повторяем диалектический метод от начала и до конца, но для начала рассмотрим абсолютную идею, как наивысшую точку полета мыслей. Абсолютная идея есть тоже в сатиритической и практической идее, каждая из которых есть синтез, устремление, переход от одной мысли к другой, с остановкой на их противоречиях. В этой книге абсолютная идея состоит в снятии данных противоречий. Абсолютная идея, как понятие, обладает личностью с объективным понятием, основанным на познании, представляющем из себя истину. Если абсолютная идея – это личность, достигшая объективности в результате познания окружающего мира, то разумный человек способен быть объективным, если станет изучать реальность и сможет стать носителем абсолютной идеи. Или говоря вульгарно, каждый человек способен не просто познать истину, но и идею, согласно которой она появилась, или даже больше, человек способен познать абсолютную идею того, как и почему появился наш мир. Философия – это способ постижения абсолютной идеи путем логических построений, познания мира при помощи метода, способом познания через рефлексию в нашем разуме. Когда с одной стороны у нас находится объект изучения, а с другой – субъект его изучающий, необходимо добиться торжества понятия субъекта с объектом им рассматривая. Переход от абсолютной идеи к природе происходит посредством единства, чистого понятия и реальности. Переход может быть и логическим, он описан в работе Гегера «Силософия духа», а может быть построен рационально и развиться до диалектического материализма. Диалектический метод можно описать достаточно просто, он состоит всего из четырех пунктов для изучения любого объекта или явления. Первое. Начинаем сначала с самого простого, с чувственного созерцания изучаемого объекта и выдвигаем тезис. В случае с яблоком мы смотрим на объект и делаем предположение, что перед нами яблоко. Второе. Проводим отрицание тезиса, то есть выдвигаем антитезис. В примере с яблоком мы выдвигаем предположение, что перед нами не настоящее яблоко, что это может быть что-то другое, например, пластиковый муляж. Третье. Проводим второе отрицание отрицательного и их соотношение между собой, анализ и синтез тезиса с антитезисом. Получаем истину путем ему заключения, путем доказательства. Если объяснять на яблоках, то мы сравним все за и против того, что яблоко перед нашим взором настоящее или пластиковое, после чего доказываем истинное положение дел. Четвертое. Переводим наш метод-систему в бесконечный процесс познания. Мы не останавливаемся на изучении яблока, мы начинаем применять метод изучения яблок к изучению других объектов и явлений в поводу изучения самой бесконечности. Спасибо за внимание.